скрипачка из сергиева посада лидия ступакова конева получила первую премию гран-при в международном конкурсе золотые таланты 2017 и вот лидия у нас в студии она нашла несколько минут в своем плотном графике и после выходных после встречи с родителями семьей вы здесь у нас буквально на 15 минут и очень благодарны вам лидия что вы зашли к нам трудная была битва за вот эту первую премию трудная знаете еще не столько потому что там сильные скрипачи были столько потому что нужно было соревноваться с народными инструментами и я пыталась выбрать программу чтобы соответствовать еще как бы сказать их те тематике произведений потому что у них все там балалайка аккордеон это все народные инструменты очень эффектные яркие а у меня скрипка более классическая инструмент более классический и мне нужно было чтоб звучало так же ярко что дает эта победа ли да какие перспективы она открывает в данном случае если нота в моем случае если я взяла гран-при первое место на этом конкурсе у меня будет очень много приглашений на одни из самых престижных фестивалей россии вы взяли скрипку в четыре года это так именно в четыре не раньше не позже почему я взяла скрипку в сентябре в четыре года в ноябре мне исполнилось пять лет вы помните этот момент и почему почему скрипку честно говоря я помню только тот момент когда я начала когда он ко мне на дом начал ходить учитель вот захарова лариса юрьевна первый мой учитель она ко мне на дом начала ходить но мне тогда особо я не помню что меня привлекала прям скрипка вот я никогда не хотела даже не заниматься не здороваться с педагогом мне как-то было совершенно мне хотелось и гулять и играться еще маленькая была скрипка потому что честно говоря мне кажется все таки потому что у меня соседи там девочку водили на скрипку и мы с ними дружили мы как бы подружки были и меня за ней повели чтоб я без дела не болтался потому что в школу еще не ходила делом было мало когда у меня увидел мой педагог что начало очень быстро все продвигается вот меня куда-то на конкурсы на концерты попробовали это было тогда по моему первый раз когда я пошла на конкурс не было лет пять-шесть то есть уже было видно попробовали тогда еще не было видно но попробовали потому что видели что у меня быстрее чем остальных двигалась вот но я не могу сказать что мне сначала было интересно у меня появился интерес к этому прям такой что я поняла что это будет моя профессия честно говоря в классе восьмом я начала прям заниматься лариса юрьевна захарова что дала она вам ли да вот вы можете как-то сформулировать сегодня с высоты уже своего опыта вам 18 лет вы вы побеждаете в конкурсах в очень много играете с оркестрами солируете вы учитесь при консерватории что дала вам детская музыкальная школа номер один сергиевом посаде во-первых самое главное она дала мне путь в жизни сразу определилась я ну сначала конечно за меня родители определились но сразу был выбран путь по которому я иду в своей жизни вот сначала наверно не так заметно это было но потом все больше было побед а как это у нее проявлялась у ларис юрьевны вот вы говорите она дала вам путь как она она как-то говорила она очень заинтересовалась во мне конечно у меня все быстро очень продвигалась и она очень была заинтересована во мне она ездила со мной по концертам ездила со мной по конкурсам вот и вообще как бы она мне вот заложила самую начальную базу скрипичной игры я встаю где-то в 6-7 часов утра и занимаюсь вообще целый день я занимаюсь образовательная школа я мало хожу на уроки потому что во первых у меня много концертов мне нужно все время готовится и конкурсам и концертам и обычно я мало хожу на уроки и потом доздаю что-то я такой человек что я мне даже легче вот так вот если я сижу на уроках мне мне там просто скучно не знаю потому что мне кажется очень все медленно как-то я начинаю у меня раздражение какое-то вызывает что может сказать я знаю все наперед что все что скажут сколько времени остается на простую жизнь кино прогулка кафе ты живешь в москве в общежитии при центральной музыкальной школе как часто ты видишься с родителями семьей с родителями и на сегодняшний момент удается не часто видеться хорошо если я выберусь один раз в месяц вот на день я приехала вчера я была дома и то я приезжаю сюда но здесь тоже много дел нужно и позаниматься и пока я здесь нахожусь у меня назначается куча репетиции расписание все укладывать чтобы так поговорить с родителями и вообще встретиться с друзьями во верх у меня друзей не так много потому что но у меня просто нет времени на это вот но у меня есть два-три человека с которыми я общаюсь не могу сказать что есть много времени но где-то вот в перерыве час-два в день я могу найти чтоб пообщаться самая твое сильная сторона как ты думаешь как скрипача как музыканта вот как ты сама ну да у меня твое преимущество преимущество у меня сформировался на данный момент свой стиль игры конечно не до конца я его еще дорабатываю но я пытаюсь сделать свое свое видение музыки вложить в свой стиль у меня получается очень хорошо производить эффект на людей конечно на конкурсах это сложно потому что там все профессионалы сидят и они видят все ошибки а на обычную публику я могу там где-то что-то сыграть не так но зато это будет эффектно то есть сымпровизировать да да у меня хорошо интерпретировать да импровизация что-то на ходу там доделать что то переделать вот конечно педагогам моим это не всегда нравится потому что это конечно очень нервно все время потому что они не знают что от меня ждать дальше да то есть ты можешь интерпретировать баха вот с этим сложнее у баха например у него очень строгие рамки очень строгий стиль поэтому у меня уже как бы заложено, что я уже привыкла везде импровизировать, везде что-то свое делать, но в данном случае вот Баха мне сложно играть, потому что именно я не могу уместиться в вот эти строгие рамки и не до конца еще понимаю его стиль, поэтому Баха я еще не очень хорошо играю, больше у меня получается музыка, где много чувств. У нас в студии была скрипачка Лидия Ступакова-Конева, она наша Сергеева-Посадская скрипачка, которая сейчас побеждает в конкурсах, очень много выступает и мечтает о сольной карьере скрипача. Оставайтесь на ТВР24, всего доброго! Одежда для ведущих представлена фабрикой женской моды «Пирорус». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова